соберут альев 1 ребята всем привет 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 подключайтесь ребят всем большой привет вышел на полчасика с нами пообщаться только что приехал с тренировок с очередной тренировки пришел вам чуть поотвечать бой с вердумом по плану все в силе 9 мая у вас там иногда некоторые ребята переводят неправильно 0509 2020 это английский вариант всегда в америке начинают с месяца если у нас 0509 это будет 5 сентября в америке этого 9 мая айман хай передайте привет клуб голден тим пушкина голден тим пушкина привет вас привет вам ребят жду от вас вопросы какие-нибудь по спорту по бою по каким-то интересным моментам которые интересно больше чем одному человеку постараюсь поотвечать делать лишь подарить они еще один праздник и победа от верного ребят буду очень стараться дай бог у нас все получится да ребята сейчас в америке я подготовку свою не прекращал все в силе в принципе тренируемся ничего в америке не отменяли потихоньку потихоньку готовимся и так далее коронавирус вводит свои конечно коллективы приходится заниматься чуть меньше в зале людей меньше и так далее но в принципе работаем если возможно спарринговать да ребятки вы посмотрите я в сторисах размещаю ну за редким исключением за все время пропустил два-три раза наверное каждый день я размещаю и тренировки я провел и и так далее я их там в интересном так сказать оставил в актуальном можете зайти посмотреть там уже больше 30 дней у меня тренировок расписано 30 дней 35 по моему дней все работаем все отпахиваем здесь пожалуй даст он провести бой спасибо ребят буду стараться во всех наших силах алексей сейхо танго корни эндрю колородный а биг фэн фо ю айсэй юбихай фо ма флорида гуд хилл фо юэн энд фо ю фэмэли желаю удачи бой свердом не только спасибо ребят с богом с божьей помощью мне стараться алексей вы где сейчас сейчас я в комнате у своего сына время у меня 13 часов 45 минут у вас наверное на 7 часов больше если не ошибаюсь по москве сейчас 8 45 как америка да ну нормально ребят как была так и осталось пока что алексей что скажешь по поводу соперника ну мне даже сказать нечего я просто думаю что вы все знаете этого человека это человек который душил борол выигрывал очень-очень многих именитых бойцов был чемпионом юси побеждал кена виласкеса когда его никто никак не мог победить и так далее вот поэтому у естественно это как бы самый-самый известный самый крутой грэпплер в тяжелом весе поэтому бою очень знаковый для меня непростой интересный будем стараться привить из калинин ланда спасибо ребят из калинин да степень еще у вас же привет передавать ему хорошо к нему отношусь боролись с ним и так далее неплохой парень на родину тянет в тянет ребят но сначала работа сделаем делая работу потом поедем домой что скажешь нас счет своего соперника только что вот рассказывал про это все поставим не лаки вот сейчас подсвечаю всем сразу начну это самое кирилл геннадий поставлен на вашу победу квартиру ты давай это самое меня не впутывай сюда не ставь ни на меня ни на моего соперника никогда ничего больше чем 100 рублей вот когда это будет незначительная сумма если ты что-то оставишь там как ты говоришь квартиру то это уже ребят на ваш самый я против каких-то ставок кроме просто чисто номинальных грубо говоря 100 рублей или там 50 100 долларов алексей привет из испании показать сегодня карта мои готовитесь конечно готовить уже полтора месяца готовлюсь и поэтому я этот контракт подписал два года два месяца назад или два с половиной поэтому посмотрим твои отношения к саше шлеменко у меня очень хорошие отношения к саше шлеменко я уважаю их сильный парень со своим характером со своими темы самыми настроями но уважение меня к нему есть и большое алексей какое отношение вас к ставкам ну я не ставлю ставки ребят и то что я говорю ну если вам просто хочется для того чтобы выиграть знаете нужно работать если вы думаете на этом разбогатить еще что-нибудь то вот видите у меня электричество врубилось замигало вот поэтому поэтому у него лампа такая вот а если хотите заработать то лучше не надеюсь и другую работу кроме ставок будьте возвращаться в россию конечно буду возвращаться в россию твои сильные стороны в этом бою в этом бою у меня самые сильные стороны это мои фанаты ребят спасибо за поддержку кто искренне хорошо будет болеть за наших буду вам благодарен привет из закрытой москвы не обидно что так далеко от основного карта вообще не обидно мне лучше бы первым подраться и уйти спокойно это сам потому что там нервное напряжение сумасшедшие ребята что сказать по ситуации ковид-19 насколько все плохо в сша но насколько я знаю сколько в россии у нас гораздо 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 спокойнее лучше чем у вас все-таки много русских украинцев тут живет перед нами очень привет передавайте передавайте чем обманули за пашного ну хотел денег быстро срубить на самом деле какой-то жулик и я говорил принципе эти деньги в урок ему не пойдут привет из белгорода белгород привет салют мэд комэнт с врача общаемся как он ну ребят у игоря все нормально старается идет вперед по жизни потихонечку старается быть и в жизни лидером днепропетровской области роман тоже привет можно ставить гречку гречку ставьте конечно привет из вегаса вегасу привет я думаю еще увидимся в вегасе пам-пам-пам-пам-пам-пам как относится к ракопу хорошо отношусь ребят но это легенда которая за свое имя заслужил сделал десятилетиями боев в самых-самых топовых ставках как думаете вердом сразу захочет протерпить нет думаю захочет порубиться он ко всем лез в последнее время драться и с мархантом то есть он не лез все время в портер ну может сразу попробовать но последние бои он вроде не старался лезть пам-пам-пам-пам-пам-пам вообще мне не по поводу шаблия саши в юси да не будет саши шаблия в юси ребят саша уже пошел там по каким-то другим делам заниматься по жизни им давно предлагали и в принципе он не захотел начал находить искать лучшие условия лучших менеджеров лучшее время лучше еще что-то в юси время такое быстренько приложение есть ухватился работой начал перебирать еще что-нибудь до свидания юси говорит юси очень большой конкурс я сбросил прилично подсушился специально нет не подсушился сейчас у меня вес сто пять сто пять сто пять сто пять с половиной обычно у меня сто восемь сто девять в это время то есть на два три килограмма меньше ну я говорил сейчас была тяжелее подготовка плюс у меня личные еще обстоятельства сложно очень было у нас был переезд буквально четыре пять дней назад переехали у меня закончилась аренда квартиры мне пришлось искать новый дом сейчас переехали и перевозили все вещи очень много тяжело убирали мыли переносили и так далее в принципе все это сделано своими руками поэтому было сложновато как поживает наша семейство черепашек все отлично поживает еще к семейству черепашек добавилось семейство из двадцати пяти цыплят у дочки там как думаете верну будет в первой секунде делать удар ногой в прыжки я думаю будет Даниил Ботвинник хай Алексей как дела I am fine дякую все доброе и то би то гош божаю в США 9 тренировались бокс борьба Дю США Дю США ХАЗТД а я номер не помню по-моему не 9 или 6 или 10 это за Одесской следующая остановка в районе Одесской тренировался дзюдо там несколько месяцев буквально какое отношение к ремлянке ребят ну какие вопросы вы такие вопросы задаете ну я мне сложно отвечать на такие вопросы какое у тебя отношение к Мирко Крокопу какое отношение к Саше Шлеменко как Федор Милиенко ну это крутые-крутые бойцы которые в своей нише были лучшими на протяжении там каких-то многих лет ни одного раза ни двух не случайно они там в выскочке оказались а долгое время были там либо лучшими либо одними из лучших были звездами очень крутыми на мировом уровне что можно о таких людях говорить что вы хотите услышать что Федор там какой-то слабый был еще да не могу я это сказать я ж как бы честный я не стараюсь кому-то угодить каким-то жуликам или еще кому-то каким-то ну неадекватным людям которые могут это говорить на кого-то что-то на реально сильных бойцов таких как Мирко как Федя Федор как Шлеменко как еще если кто-то что будет гнать то ну это в принципе неадекватный человек любой который будет что-то говорить обратно что скажешь про Исмогулова Исмогулова или Исмаилова ребят с Исмаиловым я особо не помню как мы работали а с Исмаиловым магой чуть-чуть работали тренировки по сколько минут в среднем тренировка у меня 50-70 минут около часа где вы сейчас находитесь сейчас нахожусь в комнате своего сына с Ростова уважение помню тебя Ростов папа привет Ростов привет жил я в Александровке чуть больше года полтора года потом полтора года жил на Северном вот поэтому года два с половиной до трех лет я прожил в Ростове как планируете верному побеждать в как всегда хайкике хайки 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 мало бойцов которые в таком возрасте как выступаете на таком броне ну держусь ребят какой рост у вас 187 сантиметров почему ты постоянно моргаешь никто не знает но когда я в 17 лет поступал в университет проходил медкомиссию у меня уже было вот моргание и спортом я еще не занимался я спортом начал заниматься в 19 лет поэтому со спортом это не связывайте ведь у меня еще язык не заплетается еще говорю иногда могу два-три слова связать вместе поэтому в принципе наверное на 120 боев с лишним могут позволять еще человеку быть человеком орловский трендели на покое уже ребята орловский тренет и у него бой тоже вот-вот мы вместе должны драться либо в одно время либо может неделя разницы у нас с ним старый старый хорош драться с водах а кому это вы надо старым говорить пока молодые письюны как бы дорастут доживут и перестанут кнопочными заниматься делами придут юси спокойно заменят меня я бы с удовольствием что пришло человек пять шесть таких хороших здоровеньких бычков как Серега Павлович очень хороший пацан мощный здоровенный постоянно пашет и растет от боя к бою вот таких человек пять добавится сейчас три-четыре-пять и все знаете и я и еще некоторые ребята смогут спокойно идти себе на отдых так сказать а до тех пор на кнопках это тяжелее с одной стороны но с другой стороны вы нас не заменяете в UFC или еще в каких-то других лигах вот когда придете замените тогда сразу вообще с удовольствием тогда пишите вот всякие такие слова какое отношение к Панину актеру слава богу никакого отношения нету личного вообще его не знаю лично и не собирался в Харькове где чем занимались в Харькове в Харькове в Харькове в Харькове по трудовой книжке я сменил более пятнадцати профессий более пятнадцати любыми занимался какую не назовете я занимался из экономики из безопасности и продюсировал музыкальные группы и в сельском хозяйстве работал и так далее Меочич Кормье третий бой кому склоняешься не всегда импонировал Меочич поэтому я в принципе два раза был за Меочич и третий раз тоже буду болеть за Меочич кто победит не знаю потому что Кормье тоже очень сильный крутой боец но из них двоих мне больше нравится Меочич все родом откуда украинская СССР все знали вы изначально что Доновайт не будет проводить бой Хабиб Тони в таких условиях из-за того что там очень большие деньги а какие там очень большие деньги вы и все на каждом турнире зарабатывают на номерном от 80 до 150 до 200 миллионов долларов и не будет думаю что на этом бое планировались так в порядке в порядке большее деньги чем это чтобы что-то было связано с деньгами вы работали железом когда набирали 20 кг нет не работал у меня было тысяча отжиманий в день тысяча приседаний тысяча распресс и и так далее железа у меня не было практически тренировали вроде в легионе нет в легионе я сам тренировался а тренировал уже я был старшим тренером в пересвете в профси в пересвете я был два раза по году тренером я не слышал я не слышал вы говорите английский hello флорал гординер сейчас вы здесь сейчас вы знаете не думали жилье купить в сша думал если займет 100 денег могу купить дом в котором я сейчас проживал и сейчас я с него уехал стоит примерно сто двадцать тысяч пятьсот двадцать тысяч долларов ну мне не купить пока что такие деньги правда ли что Олег Токтаров был чемпионом UFC забейте в в интернете вы все увидите конечно Олег Токтаров был чемпионом на него одевали пояс UFC и так далее тяжелом весе гран-при какие планы на бой с Вердомом считаешь ли вы одним из лучших грэперов в истории ММА да Вердом один из лучших грэперов в истории ММА Тоддафи How are you? How is your quarantine? чем по нему бою ты еще можешь заниматься в плане зарабатывания я плести умею могу шарфикс плести там или еще что-нибудь мне звонят прерывается связь верю в вашу победу над Вердомом спасибо ребят с божьей помощью будем стараться Братка на бомжа не надо обращать внимание ты лучший спасибо большое Джордж Литвинов ну им то нужно себя почувствовать нужными что они что-то из себя знают что они разбираются и так далее вот поэтому они хотят чтобы на них обратили внимание я вот стараюсь им дать этого внимания ты у запашного деньги вытянул ну конечно я кто же еще мне 68 килограмм да и в синий тяну ну вопрос не в килограммах а в настырности переедешь Ярославль накроем поляну ребят ну если вы думаете что я приеду Ярославль просто за поляной то наверное нет а если позовете то конечно да Хочу такой же автомобиль как у вас да покупай без проблем ребят Шамиль Абдурахманов там вопрос причем тут вопрос в деньгах весь этот бой стоил меньше там в десять раз чем зарабатывает UFC за один турнир поэтому вот с деньгами там не связано точно вообще 30 можно перейти ММА вопрос немного не понял а так все хорошо намек Гусейна возьми эфир пожалуйста зачем у меня пять тысяч ажиманий это за всю жизнь или за последние два года наверно не увидели Алексей Михаил в тринадцатом тренировался в Пересвете в Ростове вы лучший тренер спасибо большое ребят я тренер не простой не мягкий не добрый но достаточно справедливый у меня тренировка вот такая она немножко военная опоздание разговоры еще что очень не люблю за это у нас обычно наказывались отжиманиями приседаниями и так далее старой школой ну не так как меня тапком тренер резиновым по заднице или ремнем с кимоно мог шмякнуть в стойке упор лежа на руках вот могли получить несколько ремней или тапков вот но поджиматься там или пресс покачать я мог заставить хотя бы у меня обычно была одна минута опоздания десять отжиманий почему представляете Россию ведь родились в Украине во первых у меня паспорт сейчас гражданин России родился я в Украинской СССР я родился в СССР Левков и Джене во вторых в третьих в Украину я не пускаю сейчас к себе на родину пришли шакалы которые говорят мне как жить что говорить что делать на каком языке разговаривать и так далее но представьте себе сейчас приходит кто-то я не знаю там образно говоря в Дагестан начинает говорить какую-то херню что вы все такие-то вы должны есть свинину вы должны ходить в стрингах вы должны там то-то разговаривать только на каком-нибудь я не знаю там наречии индусском или еще каком-нибудь и так далее вы представляете вот к вам приходят такие люди и сумасшедшие как бы давлением там все прокуратура милиция все-все-все подчинено всех несогласных ловят связывают избивают сажают в тюрьму выдают там по многу лет тюрьмы и так далее и так далее вот и у нас сейчас в Украине похожая ситуация то есть ты считаешь как бы что наши предки там советская армия там красная армия считаешь что они там поступали правильно что они защищали свою родину воевали с фашистами защищали там и весь советский народ независимо без исключения так сказать независимо от того какая у тебя национальность и так далее что ты не имеешь права разговаривать на языке на комнате что ты еще что не умеешь поэтому как бы дебильная ситуация то есть и естественно как бы людям это не может нравиться перед как дела дружок дружок у тебя в шортах я просто Алексей Ильиник вот Микаил я не думаю что тебе 40 лет или 45 как мне как бы чтобы ты со мной так разговаривал как делал дружок можно привет Марку сыну 6 лет сын 6 лет Марк большое привет тебе Гловар Тейшера да ос glad to see you чем Санчес Анаториус вы уже ставили так приди меня замени что ты там это самое кнопки нажимаешь ну ребят приходи за меня и все я буду писать какой-то там молодой или старый или толстый или худой а ты будешь мне доказывать своими делами а не кнопками почему вы так молгаете ребят да чтоб вам было интересней чтобы вопросы отдавали смотрю никто не пишет думаю проморгаюсь несколько раз вы сразу что-нибудь интересно напишите старый конь борозды не портит ну наверное в этом есть какая-то правда тренировался с Игорем Войтенко ребят честно я не помню тренировался я с Войтенко или нет я тренировался с Харьков ребят в Харьков я тренировался в клане Миномота скажем так Алексей сколько калорий в день употребляйте ну ребят честно не знаю но думаю прилично три-четыре тысячи я должен употреблять калории Асав Адулава здравствуй дед привет пиздюк да отношения с Харитоном ребят хорошее отношение с Харитоном нормальный Серега пацан хороший хороший боец хороший мужик крепкий и духом и телом привет Одессе Одессе маме привет Ростову папе привет передавали передаем Одессе маме Клан Миномота да Геннадий Станиславич Сан Снай Клан Миномота Кузнец уже пятый раз вопрос задаешь я уже ответил на него здесь дома стоит пятьсот семьсот тысяч долларов я не могу заработать на такие дома чтобы их просто купить здесь потом уехать продать его и так далее Алексей, можно ваши перчатки с фотографом на память, на листочке напишите Ассету Октайу? Можно, только не мои перчатки, а твои. Присылай мне, пиши мне, я тебе адрес пришлю, присылаешь перчатки, я их подписываю, отсылаю тебе. Сколько раз подтяните на перекладни? Ну, на перекладни я не подтягиваюсь последнее, ну, долгое время, поэтому, ну, сейчас раз 14-15, наверное, протянусь. Если абсолютно без, без рывков. Ну, я всегда не считал подтягивания с рывками, даже с маленькими, это уже не подтягивание. Доброго времени суток, скажите, видите ли у Александра Миленко в UFC, как бы сложилась его карьера? Ребят, ну, если бы у бабки был этот самый, то она была бы деткой. Ну, что сейчас рассуждать? Как бы, в свое время, когда-то давно, у него были очень крутые, хорошие задатки, были хорошие перспективы, все. Потом он их, как бы, потихоньку, наверное, никто им этого не делал, он, наверное, сам их потерял, позакрывал и так далее, и все. Вот, и все мы знаем, он уже никогда не сможет драться, извините, в зарубежных промоушенах. Там, где есть комиссия, там, которая проверяет, там, состояние людей и так далее. Он не сможет там быть. Хороший, крепкий, молодой, ну, уже не сильно молодой, но здоровенный пацан, конечно. Вот, но, то, что я сказал. Если бы у бабки был этот самый, была бы деткой или наоборот. Большой салам из Дагестана, Баркала. Ребята, спасибо. Можно ли после Хэквондори бокса пойти в ММА? Можно. Я вот пошел после ничего. Я ничего не делал, как бы, не тренировался и, ну, ни одного единоборства и пришел просто в ММА. 19 лет. Бам-бам-бам-бам. Какой рекорд? Рекорд. 60 с лишним отжиманием, подтягиванием, у меня с руками был рекорд. Будешь про этот рекорд? Уже думали о геймплане в бою с вердом? Да. Все как всегда, ребят. Когда вы меня спрашивали о геймплане на моего соперника, я всегда говорю все одно и то же. У нас будет хайкики. Чисто будем хайкиками и вертушками работать. Критерии отбора в UFC. Очень простые. Вы должны быть крутым бойцом. С хорошим рекордом. Можно иметь 20-0, у вас не подпишут UFC. Вот, если вы будете драться с новыми неймами. А могут подписать даже с рекордом 4-5 побед подряд. Алексей, когда спрашиваешься писать книгу? Ну вот, когда начну бездельничать, чтобы ничего не делал, тогда я, наверное, начну писать книгу. Тут все прорываться. Я буду с вами прощаться. Весь этот эфир вывешу, естественно, как всегда, в своем канале YouTube. Поэтому, всем всего хорошего. Всем большой привет. От меня от Алексея Леника. Добрым людям всего доброго. Достойным всего. Наилучшего достойного. А всем остальным по заслугам. Всего хорошего. С Богом. До свидания.